Добро пожаловать в Эксчейндж, нашу программу о бизнесе и его ярких представителях. Прямо сейчас напомню, что производство одежды — отрасль 3 триллиона долларов. Однако сегодня все чаще говорят, что быстрая мода может выйти из моды. Так ли это? И мы познакомимся с брендами, которые стремятся сделать продукцию экологичной на всех этапах производства и продвижения. Индустрия моды — бизнес в 3 триллиона долларов, объединяющий буквально все — от одежды и сумок до обуви и спортивной одежды. Самый прибыльный сегмент — так называемый «фаст-фэшн» — массовое производство коллекции, продаваемых по низким ценам. Каждый день на рынок поступают новые предложения, а с ними растут и прибыли. Однако это не проходит бесследно для окружающей среды. Действительно, фэшн-индустрия производит до 92 миллионов тонн текстильных отходов и потребляет 93 миллиарда кубометров воды в год. Количество, достаточное для покрытия нужд, 5 миллионов человек. Поэтому все больше игроков делают ставку на этичное производство. Первый этап — изготовление безопасных тканей. Группа «Ленсинг» работает в текстильной отрасли уже более полувека. Возможно, вы видели марку одежды «Тенсель». Это флагманский бренд компании, которая сделала ставку на циркулярное, малоотходное производство. С нами на связи из Вены Стефан Зилов, генеральный директор концерна «Ленсинг». Стефан, философия таких брендов, как «Тенсель», в том, чтобы выйти на безотходное модное производство. Что потребуется, чтобы преобразования перешли на глобальный уровень? Думаю, всегда полезно оперировать цифрами. Говоря об углеродной нейтральности, нулевой уровень, конечно, задача максимум. Давайте вспомним, где мы находимся сегодня. В нашей отрасли уровень переработки отходов составляет 1%, так что нам предстоит долгий путь. Он начинается с вас и с меня. Мы должны принимать правильные решения. Меньше покупать, а если покупать, то выбирать качественную одежду, реже ее стирать. И тогда мы, сообща, сможем продвинуть отрасль по пути безотходного производства. Спасибо, Стефан. Таким образом, нулевое количество отходов в индустрии моды требует от брендов и потребителей осознанного выбора. Здесь, в Катаре, устойчивая мода набирает обороты в контексте стремления страны стать крупным региональным фэшн-хабом. Наша коллега встретилась с людьми, которые работают над воплощением этой идеи в жизнь. Медленная мода для многих все еще является новой концепцией. Но здесь, в Дохе, растет число сторонников эко-дизайна. Они мыслетворческие стремятся сделать экологичность своей новой визитной карточкой. Взгляните! Удобно, функционально, стильно и экологично. Респир – первый в Катаре бренд, представивший коллекцию из полностью переработанных пластиковых бутылок. Основательница Рина Салех не боится инноваций. Она первой в регионе стала использовать антимикробную ткань для изготовления масок в начале пандемии. Заказы от семьи Эмира Катара принесли ей популярность. После того, как люди получили тысячи и тысячи антимикробных масок, Рина взялась за одежду. Наша обязанность – рассказать потребителям о преимуществах эко-моды, показать, что ставка на этичность не означает, что вы не будете стильными и крутыми. Найти экономически эффективный способ воплотить замысел в жизнь оказался непростой задачей. Но Рина справилась и уже думает о второй коллекции. Выручку дизайнер собирается отправить на социальную помощь. Устойчивая мода в Катаре развивается по самым разным направлениям. Она завоевывает и сердца самых юных. Эти ученики средней школы руководят проектом Project Upcycle. Их инициатива вдохнуть новую жизнь в ношенные вещи недавно была отмечена наградой – глобальное влияние. Отказ от быстрой моды не происходит в одночасье. Ребята показывают, что терпение и креативность им не занимать. Мы видим, как виртуализация бизнеса, расчетов и контактов – тут и блокчейн, и метавселенная – привлекают внимание представителей мира, искусства и моды. Все больше брендов и крупных розничных компаний представляют эксклюзивные виртуальные коллекции в виртуальных шоурумах. Виртуализация привычных предметов и вещей материального мира рассматривается специалистами как перспективный тренд. Верно ли говорить, что он потеснит быструю моду? Аким Берг – старший партнер группы McKinsey & Company и савтор ежегодного отчета «Состояние моды». Он говорит с нами из Франкфурта. Аким, может ли смещение фокуса на одежду в метавселенной создать новую конкуренцию быстрой моде? Отличный вопрос. Как вы знаете, ключевые факторы в отрасли – рост и устойчивость. Вот только совместимы ли они? Я думаю, что метавселенная совершенно точно может быть устойчивой, ведь речь идет о виртуальных технологиях. И да, там, я считаю, есть возможности для роста. Но и в цифровом пространстве нужно говорить об устойчивости, причем так, чтобы эту идею оценили и поддержали покупатели, чтобы она оставалась жизнеспособной бизнес-опцией для брендов. Спасибо, Аким. Итак, посмотрим, станет ли метавселенная той самой альтернативой для быстрой моды. Пришло время для нашей постоянной рубрики «Бизнес за 60 секунд». Запускайте секундомер. Франция публикует данные по инфляции за апрель. Она неуклонно растет с января, чему способствует скачок цены на энергоносители. Инфляционное давление ощущают все больше отраслей. Но пока показатели остаются в рамках установленных ЕЦБ. Немецкая полупроводниковая компания Infineon сообщает о доходах за второй финансовый квартал. Ранее группа увеличила прогноз по прибыли на 2022 почти до 15 миллиардов долларов. Ведущий мировой поставщик микросхем для автопрома переживает подъем по мере роста спроса на электромобили. Один из крупнейших в мире онлайн-магазинов одежды, ThreadUp, опубликовал результаты за первый квартал. Американская компания надеется уверенно завершить свой первый год после регистрации на бирже NASDAQ. Три последних квартала она фиксировала рекордное число активов и приток покупателей. Итак, пара трудных лет для фэшн-отрасли, похоже, позади. Сегодня она возвращается к допандемическому уровню продаж, что предвещает хорошие результаты. Но стремительный рост ультрабыстрой моды продолжает расшатывать с дороги планеты. К тому же в отрасли немало социальных проблем, низкие зарплаты, к примеру, что беспокоит покупателей. Этим брендам не обойтись без ставки на экологичность, для того чтобы в эту сторону могла идти вся мировая мода. На сегодня это все. На сайте euronews.com вы узнаете последние новости бизнеса. Спасибо и до встречи в следующий раз.